Кто просит? А когда мы начнем? Ну, сейчас у нас, значит, доклад начинается Екатерина Владимировна. Спасибо. Так, уважаемые участники конференции, разрешите начать пленарное заседание. Извините за небольшую задержку по техническим причинам. И, опять-таки, по техническим причинам у нас пока не смогла подключиться первый докладчик Татьяна Владимировна Черниковская. И мы начинаем программу заседания с второго доклада, который настоял по плану. Представляю вам Екатерину Владимировну Нархилину, доктор филологических наук, профессор, руководитель школы лингвистики Высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник Института русского языка РАВА. И мои соавторы, Татьяна Исидовна Резникова и Дарья Александровна Рыжова из Высшей школы экономики. Мы занимаемся лексической типологией. И если вы видите мою презентацию, то здесь изображены разные люди со всего мира, которые, их очень немного, которые тоже занимаются этой проблематикой. Здесь вот в уголке изображена схематически наша московская лексико-типологическая группа, которая исповедует фреймовый подход к лексической типологии, написанной в нашей статье, в частности, Рахилина Резникова «Вопросы языка знания, 13-й год». У нас есть большой опыт, и мы выпустили разные книжки на тему, описывающие разные семантические поля в разных языках. То есть мы сравниваем лексику плавания, качания, метафоры боли, метафоры звука. И вот сейчас только что вышла большая книжка, больше тысячи страниц. Это специальный выпуск журнала «Акта лингвистика Петрополитана», в котором описывается падение. И то, о чём я буду рассказывать, отличается от всего, что мы делали раньше. Потому что обычно мы, как и все другие, выбирали для исследования базовые предикаты. Это такие предикаты, которые были бы релевантны для разных культур, и не надо было бы думать, почему в этом или в том языке такого глагола нет. Прежде всего, это физические процессы, движения, перемещения, такие, которые можно было бы воспринять органами чувств, и немегинская школа их даже изображает в клипах. Ну, например, там резать и рубить. Или общезначимые метафоры, ну, скажем, эмоции или боль, тоже очень распространённая тематика для кросс-лингвистических исследований. Но есть предикаты, которые описывают физический мир не метафорически, но при этом они не соотносятся ни с какой последовательностью действий определённого типа. Например, такие, как опастывать, или обманывать, или мстить. Мы что-то делаем, когда мстим, но неизвестно, что заранее. И общим в этих ситуациях является только одно – это цель или результат. Такие предикаты мы называем недоопределёнными или unspecified. Очень близкий термин интерпретативы, апресяна, но интерпретативы подразумевают оценку, и вот как раз обманывать – это как раз оценочный предикат. Но среди них есть и неоценочные, нас интересуют больше такие. И тогда интерпретативы, как термин, не очень годятся, а вот недоопределённые unspecified предикаты как раз годятся. Мы хотели бы посмотреть на них, и в их число входят искать и находить. Вы видите, что тут на картинках как раз изображено, что когда мы ищем, ну и потом находим, то мы делаем разное. Собака нюхает, вот тут кто-то смотрит, кто-то вытаскивает вещи, кто-то мечтает, а всё это вместе называется искать или находить. И мы, как всегда, выбрали языки, довольно большую группу, вот здесь около 30, на самом деле мы сделали уже и больше. И на этом материале проделали то, что мы обычно проделываем, а именно мы проанализировали корпусные данные по своей методике и поработали с носителями по той анкете, которую мы придумали тоже так, как мы делаем это обычно. Вот полиция ищет преступника, вчера весь день искал свой кошелёк и так далее, носители разных языков это всё переводили, но в результате мы должны были получить что-то, чтобы отличало эти глаголы от, ну, обычных наших привычных плавания, падения или звука. Вообще говоря, некоторые предварительные результаты у нас даже опубликованы. Вот есть такая книжка, она висит на лингхабе, и в этой книжке собраны статьи по разным языкам, не всем, которые я тут перечислила, и описано, что происходит с глаголами искать и находить. В этом докладе я не буду рассказывать всю историю про искать и находить, а расскажу вот что. Структуры полей искать и находить, и вроде бы это, так сказать, обычная история для нас, такая фреймовая структура, ситуации характерны для искать и находить. Но это же недоопределённые поля, и у них, наверное, есть какие-то свои противопоставления особенные, вот про это, это мне интересно. А кроме того, поля недоопределённые, но связанные между собой, и вот какие между ними семантические связи, как видят это естественные языки, это тоже будет интересно. Второй сюжет – это семантические источники для спецификации соответствующих ситуаций. Это значит то, как языки себе представляют вот те картинки, какие картинки рисовали бы сами языки, причём разные, когда им бы предъявили вот такое слово в языке найти или искать. И, наконец, последнее, самое интересное – это особенности семантических связей недоопределённых предикатов на этом примере. Вообще-то, предикаты имеют какие-то связи, мы говорим про смежные поля, но вот смежные поля мы исследовали, ну, в частности, для падения, да, какие поля, какие поля, как бы могут покрываться одним и тем же предикатом, в частности, падения. Но здесь это недоопределённые предикаты, и у них есть свои свойства. И я буду говорить только о прямых значениях. Начнёмся искать со структуры поля. Вот есть основные противопоставления – это тип субъекта, тип объекта и фокус на объекте. Вот первое – это очень похоже на то, что обычно токсономический тип, и это, например, живое-неживое, очень плавание живых объектов и плавание брёвен отличаются лексически очень во многих языках. Вот. Но вот остальные уже устроены иначе. Это не тип объекта токсономический, а тип объекта реперенциальный. И сдвиг фокуса тоже нам важен. Очень коротко я буду приводить примеры. В японском есть, помимо основного глагола, есть ещё специальный глагол «искать пищу о животных». И вот тут курица и кошка. Но мы знаем эту идею по-русскому «рыскать», который прежде всего относится к волкам. Такое специальное глагол про волков. Они бегают и ищут еду. Переходные употребления метафорические идеи не меняют. Это метафора распространения на людей. Но идея состоит в том, что есть некоторая подзона. Это поиск еды животным. И вот поиск еды выделяется, естественно, языками. Но второй, более интересная история. Это так называемое противопоставление Дере и Дадикта. Значит, его выдвигал Фреги в известных своих статьях и разговаривал там про единорога, такого фантастического зверя, которого можно было бы разыскивать Дадикта, то есть нереферентно. Падучева говорила о поисках машинистки, которая вышла покурить, или о поисках машинистки с хорошим знанием английского языка. Это нереферентная машинистка, и это то, что называется Дедикту. Если бы Фреги знал агульский, тогда он бы понимал, что никакой полисемии здесь и двух интерпретаций в агульском языке нет, потому что в агульском эти ситуации различаются на лексическом уровне. Искать свою невесту конкретного человека, которая вышла покурить, это один глагол, а искать себе невесту, мы бы сказали по-русски, будущую жену, когда нет конкретного кандидата, это другой глагол в агульском. В китайском та же самая ситуация, немножко более хитрая, потому что там общий глагол нечувствителен к типу объекта, однако есть глаголы с более узкой семантикой только для референтных и только для нереферентных объектов. Надо сказать, что если в русском поискать, то тоже можно такое найти. У нас искать общий глагол, и поэтому нам нужна разная интерпретация для машинистки, но зато у нас есть морфологически производные глаголы «разыскивать» и «подыскивать», а одно связано с референтным поиском «дере» «разыскивать», а другое как раз с нереферентным «дедикто». Интересно, что в тунгусских языках это противопоставление выражается на грамматическом уровне, и специальный показатель, мы его должны запомнить, потому что он еще нам встретится. Показатель рефактива – это возвращение к прежней точке, то есть как бы назад, искать обратно. И вот референтный поиск как раз выражается с помощью этого рефактива от глагола нереферентного поиска. Значит, когда мы ищем что-то, что потеряли, вот это будет так. Итак, и большая область, о которой мы говорили, это обыскивать, то, что мы по-русски говорим, обыскивать пространство. Значит, это специальные глаголы телесного обыска и обыска квартиры в китайском, и глагол «search» в английском, в отличие от «look for», он означает именно обыск пространства. Теперь структура поля «найти» еще очень коротко. Тут совершенно другое основное противопоставление – это искать случайно кошелек на дороге, или найти случайно кошелек на дороге, или найти в результате поисков. Опять-таки тут можно вспомнить о Пресяна Юрия Дерениковича, который про это очень подробно писал, и с акциональной точки зрения, что это мгновенная ситуация, или мгновенная, внезапная и неконтролируемая, или мгновенная же, но в результате поисков, как бы мгновенный результат долгого процесса. Если мы имеем в виду случайно найденный кошелек, то здесь нужно различать одушевленный и неодушевленный объект, который мы нашли. И в языках это отличается лексически. Если мы говорим о результате поиска, то очень важно, это потерянный объект, или это та невеста, которую мы еще не видали. И, наконец, последнее дополнительное противопоставление – увидеть и взять себе, что мы обычно делаем, и выяснить, где находятся. Значит, две стратегии нахско-дагестанских языков в зоне случайной находки – это либо два отдельных глагола с разными корнями, или отношение производности. Значит, каузативный глагол означает… образованный от глаголов случайного поиска означает… случайной находки означает находку в результате поиска. Одушевленный и неодушевленный объект, я уже говорила и приводила пример, русский, и это стандартная стратегия языков, что встретить отличается от найти кошелек. Но мы нашли язык, в котором это не так, и эти две ситуации объединяются. Это скорее редкость, но в гоносанском это так. В обоих случаях один и тот же глагол. И вот потерянный и новый объект, простая основа, и опять-таки рефактив в тунгусских языках, и в огульском там не рефактив, но другой показатель, нашла тебе хорошую книжку – это простая основа, а очки, которые потерял, это другая, это рефактивная производная. Значит, кажется, что увидеть и взять ибе, и выяснить где – это чрезвычайно маргинальное противопоставление. На самом деле и в русском мы можем это увидеть, только нужно найти подходящий объект, который мы не можем засунуть в карман никак. Например, цепь невысоких гор, как в примере из Орлова. Мы не можем сказать, что Данилов нашел цепени высоких гор, он их обнаружил. Вот это обнаружить является предикатом найти, но зрительным. Как видим, в языках языки довольно изучают себе зоны, искать, как сайт, как сайт, как сайт, как сайт, в результате языков, естественно, является результатом искать. Но в дагестанских найти в результате поиска является каузативом от найти случайно. И есть абазинский язык, родственный адыгейскому, которым доминантная стратегия – найти и искать. Это один глагол. Единственное, что процесс поисков требует специальной конструкции с Маздаром. Как видим, акциональные свойства этих ситуаций выражаются грамматически часто, а лексически они достаточно близко и тесно взаимодействуют. Это смежные поля. Теперь самое интересное. Посмотрим, как языки специфицируют этот поиск. Прежде всего, и начнем с искать. Прежде всего, они задействуют для этого разные перцептивные каналы. То есть мы представляем себе, что поиск может идти… Мы ищем, воспринимая данный объект нашими органами чувств. Конечно, прежде всего, глазами, как нукфо. Но, например, в японском прежде всего – ощупью. В английском тоже есть такие специальные глаголы – искать в общем, ощупью. Но и в русском мы тоже их хорошо знаем – шарить, нащупывать. Но есть и вынюхивать, да, и высматривать, просматривать. Есть языки, в которых есть и аудиоканал. То есть слушать и слышать тоже задействованы. Что касается неперцептивных источников поиска. Прежде всего, это то, что связано с хождением. Следить, идти по следу – это референтный поиск. И общий глагол движения в огульском языке – это глагол, который обычно обозначает просто ходить. Но сын ищет отца – целенаправный референтный поиск – это тоже тот же глагол. Близкий по семантике глагол «охотится» может использоваться как для нереферентного поиска. Это в китайском один из таких глаголов. А другой китайский глагол с похожей семантикой и значением «искать еду» – для обыска пространства. Обыск пространства, надо сказать, это очень большая территория, в которой используются разные типы манипуляций с объектами. Вот видите тут – опрокидывать, переворачивать, выворачивать, перевернуть, перекопать и так далее. И вот, ну это, конечно, не все языки, просто чтобы вы понимали разнообразие семантики. И очень интересные примеры из австралийского языка «кунбарланг», где, во-первых, это, так сказать, грабить специальной метлой или граблями, обыск пространства. Ну и глагол «рыться», который образован на републикации «бросать», то есть разбрасывать. Казалось бы, разбрасывать – это наоборот, не находить, а терять. Но это так сильно рыться, что все кругом летит пух и перья. У найти, у найти типы источников во многом совпадают с «искать». Это понятно, потому что это смежные зоны, мы этого и ожидаем. Это глаголы поиска с морфологическим результативом, типа русских приставок «отыскал» и так далее. То же самое для перцептивных источников, естественных для «искать». И есть еще лексические результативы, для которых используются интересные глаголы «вытащить» и «прикрепить». Ну, есть рассуждение о том, что это не случайно, это в японском. Они говорят что-то вроде «искать», «смотреть», «вынуть» или «видеть», «слышать», «нюхать», «прикреплять». Отдельно нужно обратить внимание на глагол «вывернуть» русский, мы его встречали уже. И вот эту историю обнаружения, то есть выворачивания, да, я встречала в других языках. Но особняком стоит целая группа внезапного контакта. До сих пор мы говорили о таком «найти», который результат из поисков, да, то есть о результативном «найти». Но есть внезапное «найти», и оно связано с внезапным контактом «наткнуться, напороться, нарваться». И прежде всего глаголы «движение» в русском, вот эта специальная конструкция «напасть», «наехать», «наткнуться». И, конечно, потом стало доминантным глаголом и обошло и результативный поиск и внезапный. Но в английском есть еще «come across» и в европейских языках, но вот эта русская «пересечься», которая тоже здесь задействована. Значит, теперь я хотела бы подытожить эту историю и обсудить семантические связи, то, ради чего мы старались. Да, мы хотели увидеть, насколько это большая, насколько связи эти большие. Значит, посмотрите, это кликс, кликс-3. Вот здесь будет выступать в конце матиста, который сейчас делает эту базу. Это очень интересная база, которая делается по имеющимся источникам. И вот тут две картинки из этой базы мы взяли. Первая картинка «look for», а вторая картинка «find». Значит, они, как вы видите, связаны в этой базе, но вообще-то они представляют, когда мы ищем, то это представляется как две разные картинки. И здесь будут две разные системы связей. Что мы здесь видим? Мы видим здесь, я надеюсь, что виден мой курсор, «look, see и hear», да, то есть это перцептивные источники и связи. Да, то, что у меня в кругах, вот в этих зеленых, это мы сейчас об этом не обсуждаем, потому что это метафорические отношения. Мы про это тоже знаем, но сейчас у меня не хватило времени про это рассказать. Это следующее, что бывает, когда мы метафоризуем уже искать и находить. Поэтому это я просто вычеркнула из рассмотрения. Но перцептивные источники здесь обозначены, однако они не все, и мы видели, что «touch, feel» и «smell» тоже должны быть задействованы, да. Очень интересный кусочек здесь «walk, hunt» и «follow», которые связаны между собой. Мы тоже видели вот это хождение, связь «look for» с хождением, а не только с перцепцией. Однако связь «look for» с «search» и вот с этим, с этой большой группой здесь не отображается. А между тем эта группа довольно разнообразна и очень интересна. Она дает нам большой, ну понятно, потому что в английском эти, это совершенно разные предикаты, и «search» пока что еще не в базе «clicks». Вот, а теперь я покажу более сложную историю, это «find». Тоже здесь зелененькие круги вот эти, мы не смотрим, потому что это то, что связано с метафорикой. Здесь есть две зоны, которые тоже мы рассматривали. Это «look see», да, вот, то есть перцепция, но перцепция тут не вся, должно быть еще гораздо больше перцептивных глаголов. Есть глагол «meet», и тоже мы его видели. И есть глаголы «get» и «have», это вот то, что называется «обнаружить», да, и «обнаружить» это как раз не взять себя в карман, а есть ситуации в основном посессивные, когда мы, когда находим, то это значит приобретаем. Вот, но помимо этого, можно было бы эту базу расширить с помощью нашего материала, потому что вот есть это «пересечься», это такое движение, а движения тут вообще нету сейчас как такового. Есть вытаскивание, это, наверное, важные вещи, и вытащить, конечно, связано с «вывернуть», потому что это получить доступ к внешнему виду, так сказать, да, объект был скрыт, а потом вот он нашелся таким образом. И большая группа внезапного контакта типа «нарваться», которая связана с движением к «найти», в смысле «найти», да, вот, или «напасть на», вот так вот, вот, значит, то, что в целом получается. Значит, если бы мы развернули эту картину, то мы бы и эту, и предыдущую, то мы бы увидели, насколько велики связи вот такого абстрактного, unspecified или недоопределенного предиката с другими группами. Это очень интересная ситуация, потому что таким образом мы видим, на самом деле разные когнитивные, да, интерпретации одного и того же, ну, фактически одного и того же поля, да, с совершенно разных точек зрения, да, это с одной стороны пересечься, а с другой стороны нарваться или увидеть. Вот мы поняли, что это очень ценный материал, который нам кажется важным для понимания непрерывности семантики. Я закончила. Елена Владимировна, извините, пять минут у вас осталось. Я закончила. Закончили вообще? Да. О, спасибо, спасибо за замечательный доклад. Пожалуйста, есть у кого-то вопросы? Ну, тогда я начну. У меня есть вопрос, который меня давно волнует. Екатерина Владимировна, вот вы тут перечисляли достаточно много языков различных. А вы рассматривали какие-нибудь языки из тюркской группы в этом исследовании? Да, казахский есть, просто сейчас он не актуализован, этот материал. Хорошо сделан казахский. Я вас приглашаю еще присоединить татарский язык к вашему исследованию. С удовольствием, с удовольствием мы готовы работать, скажите, с кем, и мы с удовольствием будем. У нас есть хорошие контакты с Казахстаном, мы их разворачиваем, но, конечно, тюркские языки не ограничиваются казахским. И очень интересны здесь исследования, которые мы тоже ведем внутри близких языков. В частности, славянских. Мы очень заняты сравнением, сопоставлением славянских языков, каждый из которых оказывается уникальным. И мы это делали на разном материале, но вот сейчас там идет проект «Тянуть, толкать», там очень любопытные вещи. Поэтому можно было бы это делать и с тюркскими, но вот рук не хватало пока. Екатерина Владимировна, извините, пожалуйста, можно вопрос? Елена Горобец, Казанский университет. Конечно. Екатерина Владимировна, мы проводим исследования, которые связаны с вербализацией боли, депрессии и тревоги. И вот то, что Вы говорили в самом начале о единицах, с помощью которых выражается ощущение боли, это, безусловно, очень интересно. И в рамках перевода в том числе. Дело в том, что вот мы обнаружили, что в основном медицинские опросники переводятся с помощью причастных форм, которые малопонятны людям. И в основном нужно переводить глаголами. И здесь как раз вот несколько пересекается то, что нам очень нужно, и то, что Вы... Я не могу сказать, какой университет? Казанский федеральный. Казанский, отлично. У меня в связи с этим вопрос. Екатерина Владимировна, скажите, пожалуйста, по тревожно-депрессивным состояниям Вы не проводили исследования по выражению тревоги, по выражению плохого настроения, по единицам, которые связаны вот с этими состояниями? Вы знаете, тревога – это все-таки эмоции. И мы... А эмоциями занимается очень много людей разных. Ну, из, скажем, высшей школы экономики. Я знаю, большой специалистом по эмоциям является Валентина Юрьевна Априсян. У нее даже диссертация была про эмоции. Она знает об этом очень много. И про тревогу, и наоборот, про положительные эмоции. А мы занимались именно физиологическими состояниями. И эта такая зона была довольно неизведанная. Это проект давний. Там остались какие-то интересные сюжеты, еще не доделаны. Но, в принципе, по нему есть публикации. И то, что сделано, можно получить к этому доступ. Могу потом при случае сказать, где... Ну, вышла книжка, но помимо книжки есть большие развернутые статьи. В частности, одна из них опубликована в книжке «Грамматика конструкций» под моей редакцией. Это десятый год. А еще вышла статья в «Лингвистик» в свое время. В общем, там кое-что сделано по конструкциям лингвистическим. Но эмоции – это не наше. Большое спасибо. Понятно. У нас время, отведенное на доклад в стекло. Давайте поблагодарим Екатерину Владимировну. Спасибо. И переходим к следующему докладу. Татьяну Владимировну, вы подключились? Татьяна Владимировна, вы здесь? Да, я здесь. Я говорю, не прошло и года, как меня этот MS Teams включил туда. Дождите, я вас представлю. Да. А как мне подключить теперь презентацию? Вот хотелось бы узнать. Запросить управление, наверное, да? Там в верхней части экрана, в верхней правой, там есть такой значок, прямоугольник со стрелочкой. И там вы разделите свой экран с нами. А, ну да, понятно. Сейчас, секунду. Ну, я, пожалуй, начну, да, пока вы загружаете. Я имею честь и большое удовольствие представить нашего следующего докладчика. Татьяна Владимировна Черниговская, профессор, доктор биологических наук, доктор филологических наук, член-корреспондент РАО, заслуженный деятель высшего образования, заслуженный деятель науки Российской Федерации, директор института когнитивных исследований, заведующий кафедрой проблем конвергенции естественных и унитарных наук Санкт-Петербургского университета. Ну, и это еще можно долго продолжать. Список всевозможных премий, званий, членство в ученых советах. Но если я их буду все перечислять, то это вот как раз все время доклада и займет. Так что это я делать не буду. Можно посмотреть в Википедии, всем рекомендую, это очень интересно. Но я вот не могу не отметить, что возглавляемый Татьяной Владимировной Институт когнитивных исследований является первым в России и создан именно ее усилиями. Его создание – это знаковое событие для российской когнитивистики. Слово предоставляю Татьяне Владимировне, но у меня к вам большая просьба, может быть, вы сможете чуть-чуть сократить доклад. Да, я постараюсь. Спасибо. Спасибо. А виден ли экран? Презентация. Да, хорошо, видно. Видно, да? Да. Ну, слава богу. Значит, вот, назвала я это все смысл и важнее структур. И мне очень жаль, что я опоздала не только на свой доклад, но гораздо интереснее доклад Екатерины Владимировны. Потому что у меня есть к нему комментарий, но это может быть потом. А просто он гораздо более наполнен содержанием, чем тот, который я вам представлю. Но я сознательно на это шла. И вот я это называю смысл и важнее структур. Потому что, несмотря ни на что, вот в тех науках, которыми имею отношение я, идет игра со структурами. Я не к тому, что это не нужно, но это определенно требует какого-то все-таки еще и другого взгляда. Юрий Михайлович Лотман, с которым я имела счастье много общаться, он вот такую простую вещь написал. Простую, но важную. Что мы единственные существа, которые способны к рефлексии. И живем в том, что он называл семиосфера особого характера. Особого характера здесь важно, потому что люди, которые занимаются, скажем, биосемиотикой, а такие люди есть, это очень интересно. Они говорят, ничего подобного с семиозисом имеют дело и другие биологические виды. Но, вот человеческий язык наш, не среди лингвистов это говорит, но я все-таки рискну такие вещи сегодня произносить. Это не просто одна из высших психических функций, как считают вообще-то практически все, кроме лингвистов. Все остальные говорят, у человека есть память, внимание, ну и так далее, и так далее, и язык через запятую. Но лингвисты, особенно та их часть, которая идет, условно скажем, от Хомского, она говорит ничего подобного. Это видоспецифическая особенность, которая дает возможность организовывать очень сложные системы, но главнее другое. Хомский ведь что говорит? Он говорит, язык это самое главное в нем вовсе не коммуникация, как человек на улице, конечно, скажет. Потому что коммуникацию можно и другими способами осуществлять, а это мышление, то есть формирование концептов, гипотез и так далее. Наш язык устроен не так, как коммуникативные системы других биологических видов. Разумеется, нет возможности об этом говорить всерьез, но главное здесь вот что. Насколько мы знаем, это не вежливое замечание, а серьезное. Насколько мы знаем, языки животных представляют собой закрытые списки. В отличие от человеческого языка, и у нас есть продуктивность, а у них вроде бы нет. У нас вроде бы есть, то есть у нас-то не вроде бы, а точно. У нас есть некоторые атомы, условно скажем, фонемы, потому что это могут быть слоги там, ну в зависимости от типа языка. Насколько нам известно, в языках животных ничего подобного нет. Но вот эта моя оговорка очень существенна, потому что у меня прямо в компьютере лежат несколько статей за последние, я не знаю, лет пять, из которых следует, что что-то вроде фонем можно найти и у других. Я, честно говоря, не очень понимаю, как находят их. То есть я знаю, как это делается, но все равно мне кажется, что здесь остается пятно, потому что мы не знаем, при перемене каких-то физических характеристик в определенном сигнале, этот сигнал становится другим сигналом, или это просто помеха. У нас иерархическая структура, как я говорю, это морфемы, фонемы, тексты и так далее. У нас есть рекурсивные правила. Все это, по классике, так сказать, такой, подразумевается, что это только наше, а у других этого нет. Я, Владимир, что тут с презентацией, мы не видим, как она меняется. Господи, а что же сделать? Как это? Еще и это. Как вам это нравится? Что это такое? А что это значит? Вот я листаю сейчас, и оно не листается? Нет. Только первый слайд, так и видим первый слайд. Боже, какой ужас. Я уже через несколько переехала. А что можно сделать? Я не понимаю. Что это такое? Ну, вот что вы мне посоветуете? Я не знаю, как быть. Татьяна Владимировна, попробуйте ее закрыть и открыть опять. Ну, давайте попробую, конечно. Просто загадка. Ну, что за несчастье у меня сегодня, а? Вы можете мне объяснить? Так оказывается. Да что же это такое? Ну, вот теперь она не открывается. А вот это как может быть? Я не знаю, что делать. Может, без презентации просто рассказывать. Ну, это... Ну, это... Ну, это... Это понятно, но это как-то скучно. Да что ж такое-то? Татьяна Владимировна, может быть, вы отошлете ее Валерию Дмитриевичу, он откроет? Может быть, так вы думаете, да? Да. Ну, хорошо, давайте попробуем. Давайте, хорошо. Ну, у нас, конечно, время доклада ограничено, у нас время сессии ограничено. Мы должны будем закончить вовремя. Потому что это, конечно, неприятное. Ну, какая-то жуткая история, я не знаю. У меня сегодня преследует несчастье. Я не знаю, что делать. Ну, действительно, пришлите презентацию. Давайте пришлю. Послала. Хорошо. Я вообще не включается теперь. Вот в чем прелесть. По крайней мере, мы вас слышим. Ну, хорошо. Я тогда буду... Не будем тогда время терять. Я буду дальше говорить. Итак, мы остановились на том, что у нас есть рекурсивные правила, и наш язык иерархически организован. Синтаксис и морфкология – это коды, которые картируют многоуровневые семантические структуры, превращая их в последовательно организованные интерфейсы. И наш язык линеен в этом смысле. Ну, фонология обеспечивает очень серьезные вещи. Как мы понимаем, организацию конечного числа единиц в бесконечное множество единиц другого уровня. А фонетические законы позволяют мозгу компрессировать эти единицы в акустические сигналы, характеристики которых, как спектральные, так и временные, декодирует человеческое ухо. В 2002 году вышла знаменитая статья Хомского с компанией. Это Хаузер, Хомский и Фич, которая... Это очень странная статья была, с огромными последствиями, с дискуссиями разного сорта. И все это сводилось к тому, что, во-первых, Хомский редко очень публикуется с авторами, и с авторами такие, не на его тему. И в этой статье говорится, что есть Faculty of Language в широком... Алло, получили презентацию чернигской. Получили? Ну, и что теперь будет? Вы ее включите, что ли, или что будет? Продолжать говорить? Да, да, да. Да. Короче говоря, Хомский пошел на необычный ход, а именно сказал, что человеческая способность к языку, она бывает в узком смысле, а бывает в широком. И в широком смысле мы ее разделяем с другими биологическими видами, о чем целая дискуссия. Вот, но есть и... То есть это уже не жесткая позиция насчет того, что только язык и его структуры. Но есть люди и более такие радикальные, то есть Джерри Фодер, который вышел из той же команды, который разрабатывает идею ментальной грамматики и говорит, что с помощью языка мы можем постигать, с помощью ментальной грамматики, то есть неких врожденных концептов даже, как он говорит, априори knowledge. Мы можем не только осваивать язык, но и законы природы, и что есть, конечно, языковые универсалии, но дело не только в языке. Ну, хорошо, Стивен Пинкер и Джекин Дов, они пошли далее, они все вышли из Хомского, между прочим, пошли они далее. Они говорят, что универсальная грамматика, это, конечно, все неплохо, но абсолютно не все она описывает. Но основная идея такая, что все уже на месте, как бы универсальные правила заложены там генетически к нам, с этим вроде все согласны. И тому человеку, который овладевает языком, нужно просто этот механизм настроить, так сказать. Ну, и Джекин Дов удалится соединить ментализм и, соответственно, нативизм, врожденность, с тем, что нас интересует в этом ключе, именно с формальной семантикой, которую он активно очень развивает, и он перекидывает мостик между, так сказать, компьютероподобными вот такими языковыми схемами и самодостаточным, прямо он пишет мозгом, вот все это он соединяет с внешним миром, в котором свои законы есть. Татьяна Владимировна, у нас презентация появилась, вы ее листаете? Я ее, она появилась ваша, да? Да, наша. А, тогда мне надо от вас листать, от вас листать? Или вы нам как-то говорите, чтобы ее прокручивать? Говорите, следующий слайд. Так, хорошо. Давайте посмотрим, где мы находимся. Сейчас мы видим Джанкендорфен Пинкер. Пинкер, 2005. Пинкер, да, тогда пролистайте еще два слайда, я уже рассказала, и дойдите до слайда, который Терренс Дикон. Это 13-й слайд, вот мы где. Так вот, Терренс Дикон, он вообще замечательную вещь делает, и я рекомендую его книжки почитать. Он разрабатывает такой концепт F-Mind, как он это называет, функциональная когниция, так сказать. И говорит он, что это способность кодировать с помощью языка то, что происходит в мозгу, то есть комбинацию нейронных сетей в мозгу. И более того, он развивает такую интересную мысль о том, что мозг и язык коэволюционируют, при этом адаптивная роль принадлежит языку. Он даже в какой-то своей работе говорил, писал, язык это вирус, который оккупировал мозг. Вот так вот. Но вот что мне кажется важно, вот следующий слайд, это то, что человек живет в постоянно меняющемся мире, и в физическом, и в социальном смысле. Этот мир многомерен и динамичен, он зависит от всего. И, честно говоря, для меня самая большая загадка – это как мозгу вообще удается, мозгу, соответственно, и нам, удается сохранять какое-то равновесие и стабильность мира окружающего. То есть мы как-то, несмотря на то, что он меняется каждую миллисекунду, мы, тем не менее, улавливаем смыслы, обрабатываем разноуровневую информацию, и принимаем решение в условиях такой абсолютно невероятной многофакторной нестабильности. Ну, как лингвисты мы же понимаем, что значение чего угодно зависит от тысячи факторов. Кто, когда, кому, что сказал, какой у кого багаж, ментальный и всякий прочий, какова картина мира. Следующий слайд. Более того, отнюдь не весь объем информации обрабатывается сознанием. И, к счастью, я бы так же сказала. Но решение даже одних и тех же задач, не говоря об очень схожих, происходит по-разному в разное время. И никакой транспарентности алгоритмов на эту тему абсолютно нет. Следующий слайд. Все это обеспечивается немыслимой по сложности нейронной сетью, которая, я бы сказала, все усложняется и усложняется, как объект исследований. Потому что, когда, скажем, я училась, то там пять видов нейронов было, а теперь их тысяча видов. Более того, это эволюционирует. И чем выше рангом существо, тем большее разнообразие типов нейронов есть в его сети. Поэтому развивается и сама сеть. И у нее есть свои законы. Следующий слайд. В связи с этим было бы время, поговорила бы, но поскольку ускоряться надо, то только замечу, что встает вопрос о том, о чем у меня курс лекций есть, а именно откуда этот язык вообще взялся, когда он взялся и что мы можем по этому поводу сказать. Потому что помимо лингвистических инструментов, то есть способности к реконструкции разного рода, что, разумеется, не моя территория, но, скажем, территория Вячеслава Селча Иванова, Гамкрелидзе и Николай Николаевич Казанский вот на другой секции выступал. Сейчас есть замечательные данные генетические и археологические. И у нас есть основания считать, что у неандертальцев, и не только у них, уже был язык как язык, то есть как человеческий язык, а не просто некая система коммуникаций. Мы при освоении языка, мы пользуемся огромным количеством значений разных, то есть лексической семантики, если попросту говоря. Вот следующий слайд об этом говорит. И в среднем в день человек, осваивающий язык, экстрадирует из внешнего мира, из импута примерно 2000 битов лингвистической и более широко вообще семантической информации. Более того, она очень амбивалентна и многовалентна, я бы сказала. И это очень тяжело, потому что язык имеет дело с многими уровнями, как мы все понимаем, и с разными характеристиками типа type and token, frequencies и так далее. Сейчас все более ясно, хотя нам вроде и раньше ясно было, но даже те, кто про это никогда не говорил, говорят, что значения, вероятно, являются тем, с чего все дело началось. То есть значение переигрывает синтезические структуры, о чем вся такого рода наука и говорила последние несколько десятилетий. То есть ребенок, осваивающий язык, осваивает в первую очередь лексическую семантику. Следующий слайд. Конечно, речь идет о параллельной архитектуре всего этого, о чем и Джекиндов писал, и много еще кто. И более того, эти данные вполне соотносимы с данными из нейронаук и с ментальной теорией семантики. Следующий слайд. Собственно, можно даже и пропустить. Итого, языковая способность – это система базисных универсальных правил, предположительно лежащих в основе всех человеческих языков, на чем настаивают хомские компании. И они же считают, что вот эти базисные правила, они генетически в нас заложены. Мы, конечно, можем говорить, следующий слайд, о слоях этих, и все это требует огромных вычислительных процедур. Но по-прежнему стоит вопрос о том, у нас что, модули на все это в языке есть или нет? Следующий слайд. Конечно, нет. Хотя в некотором смысле можно говорить и да, но не в физическом. Потому что если мы посмотрим на слайд, который, я надеюсь, перед вами, где мозг, то мы увидим, если взять лишь часть языковых разных функций, то все эти функции разбросаны по мозгу в очень странных сочетаниях. Например, слова, которые обозначают движения, я не знаю, руками, ногами и ртами, они находятся в тех же местах, где сами эти движения, ногами, руками и ртами. Следующий слайд. Где Звигинцев? Вот меня вот что покоряет в Звигинцеве, что он пишет, мысль идет впереди языка, он говорит, что, естественно, язык не может сводиться к логическому исчислению, потому что в логике нет прагматики. А прагматика как-то из этого вообще выкидывается. Я имею в виду теми, кто играет только в структуры. А также он говорит важную вещь, которую мы сейчас, к сожалению, не можем обсуждать, что есть лингвистика эмпирическая, а есть лингвистика лингвистическая, объяснительная. Общеизвестно идею синхрозии генеративистов и функционалистов. Это десятилетиями длится, они друг друга не принимают вообще, между ними фактически невозможен спор. Это я листаю слайды, не знаю, листаете ли вы. Они находятся как бы в разных измерениях, и поэтому аргументы друг друга они просто не слышат. Возможность вот такой реальной борьбы между ними фактически отсутствует. Следующий слайд, на котором написано «Картезианство и беконианство в лингвистике». Это разговор, который вообще-то не про лингвистов, а в целом про разные способы научного мышления. Они сводятся к оппозиции Бейкон и Декарт. И за Беконом следуют Фарадей, Дарвин и Резерфорд, а за Декартом Паскаль, Лаплас и Пуанкаре. Это имеет отношение к лингвистике, потому что, конечно, Хомский и все, кто за ним идут, это картезианцы, как всякому известно, и поэтому собирание языковых фактов, реальных, не входит в их планы. Следующий слайд. Если мы все же к мозгу обратимся, то не первое уже столетие наука смотрит на мозг как на очень сложное устройство, которое получает и обрабатывает информацию из внешнего мира. Исходя из этого, считается, что чем больше фактов, так же, как языковых фактов в лингвистике, чем больше фактов снизу, так сказать, мы соберем, тем нам будет лучше в понимании целого. То есть они как бы сами выстроят это здание. Независимо от того, мы собираем данные по морфемам или по нейронам, но оно как бы само выстроится. Следующий слайд. Это не так. Оно не выстроится совершенно. Вот здесь я ссылаюсь на зеркальные системы, открытые резолати в работах вместе с Арбибом. Это прямо имеет отношение к языку. И речь здесь идет о том, что вот эти зеркальные системы у нас в голове, они имеют поведенческое преимущество, потому что позволяют экстраполировать всякие вещи в разные места. Например, учитывать картину мира собеседника. Это я клоню все к тому, что если мы не будем принимать во внимание другие культуры, другие языки, другие картины мира, тех, кто нам поставляет лингвистическую информацию, письменную или устную, мы будем ее неправильно трактовать. Эта вещь звучит как банальность для нас, но она звучит как что-то почти непонятное для других наук. Следующий слайд. Методы и объекты исследования. Откуда мы все эти данные берем? Это мы, я имею в виду те, кто в нейролингвистическом поле берет. Это, конечно, клиника разного сорта. Это антогенез языка, как у детей с нормальным развитием, так и с разными нарушениями, в том числе генетического характера, потому что это начинает трактоваться в пользу модулей языковых. Очень важны кросслингвальные исследования сходных синдромов у людей, говорящих на разных языках. Вот я бы здесь поставила восклицательный знак. Это очень важная вещь, потому что всего одинаково, конечно, никогда не бывает в медицине, но тем не менее примерно одинаковые синдромы, как они будут проявляться в языках абсолютно разного типа. Это вот очень такой интересный ход. Ну и, наконец, мы получаем это с помощью онлайн-методов, многочисленных прайминг, лексическое решение, айтрекинг, парсинг и так далее. Большой список. Следующий слайд. Татьяна Владимировна, просьба приближаться в завершение. Хорошо, давайте тогда мы проедем до слайда, который номер 31, и у меня мало... Я заканчиваю. Основной принцип организации процессов, лежащих в основе усвоения языка. Вот здесь это и лежит между ними борьба. Одни говорят, что это врожденная языковая способность, модулярность, и дело ребенка, в смысле мозга ребенка, просто разворачивать во времени то, что и так там везде есть. Все другие, то есть функционалисты, специалисты по детской речи, логопеды, психологи, все говорят, ничего подобного. Это обучение, и все человек получает из импута, и там это настраивается. Дальше следующий слайд возьмем. И вот наши данные по русскоязычным детям и по разным пациентам с разными болезнями говорят о том, что неучет данных конкретных языков может привести к абсолютно неверной трактовке того, что мы в таком страшном темпе сейчас обсуждаем. Например, если в английском языке есть дефолтные классы, то есть дефолтные классы, а дефолтные типы лингвистических процедур, типа talk-talked или walk-walked, то в русском языке совершенно другая картина. Поэтому сам вопрос о том, есть ли у нас дефолтные правила, он иначе ставится. Поэтому я подчеркиваю необходимость экспериментов с кросс-лингвистической перспективой. Я двигаюсь к концу в прямом смысле и показываю вам мозг, где, если вы посмотрите на желтый такой крюк, как бы такой, это вентральный языковой поток так называемый. Вот похоже в мозгу других высших биологических видов со сложными коммуникационными возможностями. Такого пути нет. Это поток, показывающий связи, организующий именно смыслы. Семантические аспекты языка организуются вот такого рода связями в мозгу. Следующий слайд. Который фактически последний. Он нам говорит вот о чем. Что мы должны гораздо более толерантно, я вижу это слово, подходить к языку, имея в виду, что это один из самых сложных объектов науки. Вот работая в нескольких науках уже многие годы, я могу сказать, что ничего сложнее лингвистики я не видела. Даже когда я перешла в нейронауке и там закопалась, и докторскую диссертацию там защитила и так далее. И понятно, что это было очень сложно. Но вернувшись обратно в лингвистику в связи с мозгом, вот я подтверждаю, что лингвистика по своей сложности, соответственно, язык как объект, по своей сложности сопоставим разве что со сложностью мозга. Именно потому, что он очень многослойен, он очень динамичен и с огромной скоростью меняются тысячи параметров. Поэтому как человеческому мозгу, соответственно, и человеку, в котором он находится, удается вообще не свихнуться, извините, за жаргон, я не понимаю, как удается сохранить стабильность мира. Поэтому универсалии, присущие языку Homo sapiens, а также он же Homo loquens, Legens и Skribenskwe, это такой челлендж, такое занятие замечательное. И последний мой слайд благодарит вас за внимание. И я прошу прощения за то, что такой хаос с моим выступлением получился. Я не знаю, за какие грехи я его заслужила. Спасибо. Спасибо. У вас выключен звук. Мне кажется. Не слышу звука. Спасибо. Спасибо большое за интересный доклад. Ну, очень пёстрый мутный из-за этого всего. К сожалению, из-за жёсткого рекламента у нас не так много времени, возможностей. Но вот надо сказать, что у онлайн-конференции есть одно преимущество. Можно задавать и отвечать на вопросы в чате. Да, да, да. Я готова ответить. Так. Крика, Ирина Владимировна и Татьяне Владимировне, если есть у вас возможность, пока не покидать нашу сессию. И вот, возможно, будут поступать вопросы через чат. Так, ну, в устной форме. Может быть, у кого-то есть какой-то один конкретный вопрос, короткий? Елена Анатольевна. Нет желания? Но только коротко. Татьяна Владимировна, простите, пожалуйста, вопросов по вашему докладу нет. Елена Горобец, Казанский федеральный университет. Наша группа клинических лингвистов и реабилитологов хотела бы вас поблагодарить за очень интересный курс по нейролингвистике, который был на Курсере. Он скрасил наше время самоизоляции. Большое вам спасибо. Спасибо. Спасибо, и наша тоже скрасил, потому что студентов было куда направить. Спасибо. Давайте поблагодарим Татьяну Владимировну и за этот курс тоже, и за доклад. Все, спасибо большое. Переходим к следующему докладу. Сорин Вихман, вот он у нас уже на картинке присутствует, PhD в области лингвистики, научный сотрудник Центра лингвистики Лейденского университета, научный сотрудник Центра языковых ресурсов Пекинского языкового университета. И что мне особенно приятно сказать, что Сорин Вихман является заведующим лабораторией квантитативной лингвистики Казанского федерального университета. Сорин, пожалуйста, please. Я слышно? Да. Отлично. Окей, я буду продолжать в английском, извините. Итак, мой topic today is Simulations in Historical Linguistics. Мы будем смотреть на каком компьютер-симуляции можно использовать для рассмотрения системы, чтобы изучать различные факторы которые contribute к системам, например, для того, чтобы изучить лингвистики Казанского федерального университета. Мы можем использовать компьютер-симуляции для того, чтобы изучить лингвистики Казанского федерального университета. То есть, если мы не знаем, что произошло, то мы можем понять, что метод работает. То есть, что метод, чтобы изучить лингвистики Казанского федерального университета. Это может быть метод, чтобы изучить лингвистики Казанского федерального университета. То есть, что метод, чтобы изучить лингвистики Казанского федерального университета. То есть, что мы можем использовать лингвистики Казанского федерального университета. То есть, для того, чтобы изучить лингвистики Казанского федерального университета, So mainly carrying capacities as measured through the number of the population sizes. So you can make a map of population sizes and more or less, and then have languages spread according to that parameter, and then you more or less capture the linguistic diversity of Australia. So the point of simulations is not to capture every aspect of reality, but try and reduce things to their most essential components so that you can understand better how these fundamental components work together to create what we see today. I am playing around currently with a simulation of the linguistic population of the entire globe. I would like to see, starting with very simple assumptions, see, does it make sense to have one language family? So assuming that all the world's languages belong to one language family, and then also assume that languages started in Africa, and then have a simple model of spread of languages, would we then get something that is similar to the world's languages? So I'll show you a little video. For this, I have to do some tricks. I have to click some buttons. So now do you, then I have to click this again. Okay, now you should be seeing a map. Do you see that? Yes, yes. Yes. So I randomly selected some place in Africa to make my language family start, and now I'm setting the simulation in motion. So the red dots are newly occupied places, and once you occupy a place, you move to another place, and then that leaves a blue dot for places that have already been occupied. The dynamics is such that you can only move to a place that hasn't been occupied before. But otherwise, it's a kind of random walk where you don't necessarily walk very far, but you're sort of pushed to move further and further beyond the current area because of the simple rule that you can't walk back to a place that has been occupied before. So now we're already leaving Africa and going into the Caucasus and Europe, and soon we will be occupying all of Africa. Now this is very preliminary, and I think I need to add some additional parameters to make it work better, because in a moment you will see that the Americas are going to be populated from Africa. This is a bit unfortunate, because we would like to have people walk across the Bering Strait. But what happens is that once Africa is fully occupied, people are pressed to make moves to somewhere else, and that's going to be South America. And we don't necessarily want to imitate exactly what we know has happened. What we want to study are the general laws of these movements. For instance, the rate of speed with which people move, does that change with time, is it different in different areas? Now you see South America being occupied. And now all of Africa is becoming blue because people have occupied all possible places. And so the front of advance is now in Eurasia. And you'll see a moment when all of that is occupied, everything to the west, and so the front of advance will be towards the east. And then the simulations stop. Now we'll get into Australia, North America, and a few seconds, then we'll have the rest of the world occupied. So now this is a single language family, and I'm simulating also some data that go with the languages. In the end, we have 6,000 or 7,000 languages, something like this, and word lists. And so we can do things with that data. But it's difficult, it takes time, and it's very much work in progress. So now I'll leave this. And now I think you should only see me, right? Now I'll share my slides again. Okay, so as I said, this was work in progress. It's more of a teaser. It's something that I'm working on, and it will take more time to develop a more satisfying model of the population of the globe. But this is the way that I'm going. Now I want to show some other work. Now, another use for simulations is to test methods to see how well they work. That was done in a work by myself and Eric Holman from 2009. We were working with different methods for measuring the stability of typological features. So things like word order, different kinds of noun phrases, consonant inventory sizes, and things like that. The type of features you have in the world atlas of language structures. So the question was, which features change more or less rapidly? And there were some methods for testing that. And we had our own method and we wanted to know what works best. And in order to do that, we applied simulations. And that was, I think, a pretty early application of simulations in linguistics. Now, currently, I'm working on something else, which is methods for identifying linguistic homelands. So where languages originate. Again, we have different methods, mostly Bayesian phylogenetic methods, phylogeographical methods. I'll give you a list of these methods in a moment. And there's also a method of my own, which I'll show in a minute. So in order to test these methods, we can simulate linguistic phylogenies. And along with word lists, we can have lexical evolution. And we can have languages spread a bit like what I just showed you, but for, you know, smaller families. And then we know what the homeland is and when we can test the different methods. So now I'm going to talk a bit about how my computer simulations work. I simulate language families and they have word lists. They have 100 words per language and those word lists undergo changes. I'll show you how that works in a minute. And I'm using geographical data points from a database that contains all the populated places on Earth. The version I'm using has 2.8 million places. And then one can pick a random location starting point and make languages perform random walks between today's populated places and then apply the methods and test their performances. The reason why I'm using a database of populated places is that it's not that I want prehistorical people to move between modern cities. But modern cities or populated places, it can include very small places, are only in places that are habitable, that you can live in these places. So they serve as a sort of proxy, a stand in for areas where you can actually live, excluding the ocean, mountains, deserts. So word lists are simulated as I show here. So starting out from a set of randomly chosen words that are constructed more or less according to certain principles of reality. And I change those words so they can undergo phonological change or lexical change. You have time step one here and then at time step five, certain languages, some of the words have changed phonologically, some have changed lexically, so completely new words. And after 100 time steps, all words have undergone one change or the other. Pylogenies are simulated, again, over time steps, according to a birth-death model where you can have extinction of a lineage or you can have a split with preset probabilities. Pylogenies and in the end you might get something like this with some languages. They are named through numbers here and I have a particular way of encoding this tree structure here which I've named after a restaurant in Kazan. So it's called the Ambar format after Stare Ambar in the restaurant in Kazan. There's a more famous tree format which is called the Neweck format with some brackets to indicate the structure of the tree and that's also named after a restaurant, namely the Neweck restaurant. So I'm continuing this tradition. The migrations are done as follows. I'll show you some pictures that's easier. So here's a set of occupied places. And I'm taking a particular geographical region, that's Denmark. And you can see that all these populated places together form a very nice map of the country because there's so many of them. But let's zoom in on a certain area. So I have essentially a set of dots and I choose a random starting point. Then I draw a little square around that starting point. And then I make that bigger and bigger and by in steps of 0.1 degrees until it contains just enough dots or populated places to satisfy certain requirement. And my requirement might be that I want 30 populated places. CH is choice. So I want 30 choices for my next move. That means in this case, I have to make the square a little bit larger. So if I make it 0.1 degrees latitude and longitude larger, you get this. You get more than enough dots. And now I can move to one of them randomly. And once I move to that, I start the process again and then continue the semi-random walk. That's how I'm doing the geographical part of the simulation. And that's also what I was doing in the earlier example with the world language family. Here's an example from the paper where I published this simulation procedure where we have an example of a language family where the red dots are the current languages, the places where they end up. The green square is their origin and the white dots are some intermediate stations, all the places they pass through as people moved around. So if you have, if you're a historical linguist and you wonder what is the location of proto, some proto-family, proto-Indo-European, proto-Uralic, proto-Gonkin, then what you have is essentially a map like this, except for the green square. You have the location of the current languages, which you can choose a single dot and say that's my location of that language. But of course, people will be living in different places, so something like the white dots you also have. And then you have the origin, in this case, like the green square. Where do these languages come from? And we have a set of methods for that. So here's a list of six different methods. The five first ones are so-called Bayesian phylogeographical methods. And they are all relatively similar with some subtle differences, different degrees of popularity. So Beast, the one in the middle, is very popular, and people have been publishing papers in high-ranking journals, basically just applying that software and not doing much else. But there are some other ones. So Bayes Trades was developed by Mark Papel and Andrew Mead. And there's something called REVBase. At the end, we have the diversity method, which is my own method, inspired by a Russian biologist called Nikolai Vavilov, who had this idea that where the area of diversity within a species is highest, that's probably where the species originated. So I'm applying that to languages, and implementing that in a sort of quantitative framework. So those are the competing methods. And the question is, what works best? It's a simple question. And we can actually get answers to that. So what we did in this recent paper was to create 1000 simulation scenarios, geographical scenarios, always using the same family tree, the same set of word lists, artificial word lists, but then choosing 1000 different random starting points or homelands. And here's one that happens to play out in Rwanda in Africa. So the green dot is the homeland. And the different squares are where the different methods think that the homeland is. So this method called Bayes Trades, implementing a model where you can have variable rates of change. That comes pretty close. And also the RevBase variable rates model. And here's the true homeland. Out here is the beast method, that this popular method is actually not working very well. My own diversity method here works a little bit better, but also not quite as well as the others. This is just a single example, so it doesn't tell you the whole story, but it's sort of representative. Now, these Bayesian methods not only infer a single dot, but they actually infer a whole range of possible homelands that have credible likelihoods. So for Bayes Trades, here's Bayes Trades fixed rates. Here's the whole swarm of little dots that it actually infers. But one of them is going to have a higher likelihood than the others. And this is the blue square here. Beast infers another set of swarms. And again, one of them is going to have the highest likelihood. And we can now compare the two, putting the results of these two particular methods on one map. Then we see the red dots here are what beast thinks, the area that beast infers. And that's much bigger than the area inferred by Bayes Trades. And this is typical of beast, but it infers very big areas. And in most cases, something like 70% of the cases, it will actually contain the true homeland. But the areas are so huge that it's almost, the whole range of the languages. And so it's not surprising that it's going to contain the true homeland. So the question is, what do you prefer? So here's another example. We have beast inferring this huge area, and containing the true homeland. And we have Bayes Trades inferring a smaller area. And it doesn't contain the true homeland, but it's close to it. So in a sense, it's more precise. The question is, what do you prefer? Well, I would prefer the method that infers a smaller area, even if the true homeland happens to fall a little bit outside of it in more cases. Sorry, sorry. You have a little time. Okay, I'll be quick. So when we compare the different methods, we can look at the relative errors. And you see that the one that works best is Bayes Trades here. What is MD that works next best? Well, that's actually just looking at, stands for minimal distance. So it's simply measuring the distance from each language to all the other languages. And the language with the minimal distance to the other languages is then supposed to sit in the homeland. So you take the location of that area and say, this is the homeland. And that actually works surprisingly well. So we can conclude that we have some methods that work better than others here. But there's one observation that is true for all of the methods that when there's an early migration, an early move out of the homeland, then all the methods have serious problems. So the general conclusions. During the last 15 years or so, we have seen computer simulations beginning to show their relevance in historical linguistics. Not very many cases, but there are going to be more and more of them. So they can be used to unpack hidden dynamics and also to test methods. And in other fields, we see a more common, you know, it's more common to use simulations. So we'll probably see in linguistics that it's also going to become more common. And some areas where they will prove useful include automated methods of lexical and phonological reconstruction. And I could mention some other ones, but let me just mention this particular area because it's going to be, I think, one of the topics that the next speaker is going to talk about. Martin's list is very interested in this. And one could imagine that these methods that are currently being developed, again, we don't know exactly how well they work and that can be tested using simulations. So that's it. I'll leave you with some references. And I don't know if we have time for questions, but thank you for your attention. I was wondering, do you have any associations with ethno genetic data? Because these data are so close to what you are describing. We can make stories that involve genes, but we have limited samples from different areas. I would like to make a systematic study of of what happens genetically when languages come into contact. If you see certain changes in a genetic profile of the population, does that imply certain changes in the languages? For instance, if women marry into a population, these women have to learn new languages. They do it probably imperfectly. And then they teach their children this imperfect version of a language. And that's a way how tabological features can spread. So you can make a match between what happens in languages and in the genes. And it's something that some of us are interested in working towards, but we don't have all of the data yet that we would like to be able to have. If there's a project going on in Zürich about this. And in Russia too, in Moscow too. So if you are interested, I could send you contacts via Professor Solovyov, for instance, or if he can send me your contact, I can connect you, if you wish. Yes, very much, thank you. Thank you so much, extremely interesting, of course. Please, thank you for the time. Thank you very much, Mr. President. I'm going to finish this with a question. I'm going to say, yes, I'm going to stop. Let's thank Sorina. And let's go to the next question. Mattis List, you're here? Yes, I'm here. You can hear me? Yes, I'm here. We can download your presentation. загружайте. Mattis, доктор филологии, сотрудник департамента лингвистической и культурной эволюции Института Макса Планка исторических исследований в Йене. Да, я надеюсь, что вы можете видеть мой экран. Да, мы увидим хорошо. И презентацию видите там же. Да, и презентацию. Так же, так же. Я буду говорить в английском, потому что у меня в голове большой конфликт между языками. И для этого, потому что я учусь в спанах, и для этого все混на. И я буду использовать спанах, когда я говорю в русском. В английском это легко, потому что это так близко к немецким. Да, я хочу поговорить сегодня. Я хочу сказать сейчас и возможности для компrессивного языка лингвистической Melissa. И я хочу, я надеюсь, чтобы мы можем поговорить так быстро, чтобы мы сможем вообще сделать это время, чтобы мы сейчас оставим. Но я попробую, кто-либо ждет, чтобы спецправить соревнования, или вещи, что я считаю, я делаю в прошлом, but also that I consider important for the future. These are specifically the challenges. And they will also relate a bit to what Surden just said in the end of his talk regarding simulation methods. So first, I will talk about language historical linguistics in general, because I think it's like a discipline that deserves more attention and still deserves more attention, although it received more in the past. Then I want to talk about computational language comparison and specifically what I'm doing there, computer-assisted language comparison. And then I will present some of the chances, some of the recent efforts and some of the recent success stories we have in the field and then present something what I think I consider the challenges for the future. So first, I think it's clear we don't need to talk about this. Language opens windows. It gives us more knowledge about something that we did not know before. For example, to our past, comparative linguistics has provided us with many new insights into the past of our languages. Language also opens windows to our cognition. Comparative linguistics has a great and so far underexplored potential to help us learn more about human cognition. And I will give one example for this later. But also, language opens, comparison opens windows to our culture. Comparative linguistics can help us to distinguish what traits that we observe among cultures or languages in the world are culturally specific and what are universal and thus occur in all languages. However, comparing languages currently has serious limits. We face many problems in our discipline, resulting largely from the lack of three aspects. From the lack of standards, from the lack of agreed-upon methods, and from the lack of comparable data. And these are all things that we need to tackle in our research and that I hope we can tackle in the future. First, the lack of standards. Linguists rarely follow standards in naming languages, referencing concepts, or transcribing words. And even in the same dataset transcribed by the same linguist, we can find different practices of transcription at times. Second, lack of agreed-upon methods. Linguists use a large amount of different methods and barely agree even on the basic procedures for inference, as specifically witnessed also in our traditional studies by the comparative method, which differs from scholar to scholar and has never been properly formalized. And third, we have a huge problem with a lack of comparable data. Linguistic data for different or identical languages are largely incomparable, since key aspects of the data have often not been unified, as reflected in idiosyncratic elicitation glosses, so how do you name a concept in your word list, language names, or transcription systems. Now, let's talk about computer-assisted language comparison, the basic idea of computational approaches, which are a little bit closer to qualitative research as it has been done in the past, or try to unify those. As a background, you all know the quantitative term and historical linguistics that also led to many institutes that have been founded recently and had a huge impact also in terms of funding that we will receive for our research. And I have myself profited from this quantitative turn. And there are many scholars involved here. I only give a very biased sample of scholars from Jena who more or less were also in the beginning of starting this quantitative turn or just maybe even not initializing it, but they were the ones who popularized it. So we have early papers in nature and in science which were really popular and which were sometimes also contested by traditional historical linguists, but this led to an overall increase in computational methods in historical linguistics. Now, this led to a situation which we could call Experten-Dämmerung. So it's like the idea of the Goethe-Dämmerung in Wagner's opera. But the idea is that people are afraid of these computational methods that are now going to replace the qualitative researchers who have been working on languages for the past years. And we are almost afraid of something like a Skynet that uses AI, artificial intelligence, to dismiss traditional linguists. And one of the most famous quotes is what happened in 1985 when Fred Jelinek uttered the now immortal phrase, every time we fire a phonetician or a linguist, the performance of our system goes up. And they talk about automatic translation, what they were working on there. Nowadays, many engineers who work on these artificial intelligence camps think that you don't need linguists, you only need more data and you need more statisticians. This is, of course, not true. It's a huge problem. It's, I think, also a huge misunderstanding of what is going on in the field because computational problems, specifically in language comparison, have many different problems. We have a lack of flexibility. We can often only apply them to a specific kind of data that we have pre-compiled and we cannot just use different dictionaries and read them as a human could do. We lack the accuracy of the methods. The methods are often not very accurate and we need, and in order to compare them, we compare them with what has been manually annotated. So we need the experts still. We even often rely on manually annotated data. Many scholars first have humans annotate the data, then use a computer method and then these methods will produce results in a black box fashion. And this is also problematic because it means that we cannot really trust them. We cannot rely on them because we do not know what happens inside that black box. What happens? So why does the computational, does the machine learning algorithm or the algorithm in general come up with this specific solution? My idea to put against this was what I call computer-assisted language comparison. So if you look at the pros and cons, at the good sides and the bad sides of the traditional comparative method in historical linguistics, we see that it is lacking consistency and efficiency while it is very accurate and flexible. But if you look at computational methods per se, inherently they are consistent and efficient and they are often not very accurate and flexible. So the idea was to combine both and make a new schema, what I call a computer-assisted language comparison. And computer-assisted language comparison is opposed to this because it unites both sides by saying that the key idea is data must be human and machine readable. So data should be accessible to both the humans who annotate the data and to the machines who then digest the data. And we use software for pre- and post-processing of data and use the data to train and evaluate our software while we use specific interfaces that humans can use, experts can use in order to create and curate good and well-modeled data sets and to revise and analyze them. This is summarized here, the core ideas. Data must be human and machine readable in computer-assisted language comparison. Software is used to pre-process linguistic data and should specifically target linguistic problems rather than build on naive off-the-shelf solutions in machine learning. What has happened a lot in the past and interfaces should help linguists to access the data and to post-process and correct machine output. Now to show you, I want to give you what I call the chances of these approaches. I want to give you a few examples about the current work that we are doing in this regard. So first, we have done a lot in order to standardize data because we know the amount of data that we have in linguistics is extreme. we have a lot of data out there and we can use the data sets but they are not comparable. So we need to make them comparable and how do we do this? We do it by what we call standardization or even retro-standardization through data lifting. Retro-standardization means because the data has been already published a long time ago, sometimes in the last 50 years, so we use it to make these data sets now comparable. We also try to make them fair. Fair, that is like the fair principles of scientific research are very important nowadays for data and for code. It should be findable, accessible, interoperable and reusable. How do we do that in concrete? Retro-standardization or data lifting as we also call it is one of the core aspects expressed as part of the cross-linguistic data formats initiative. This means we establish and curate reference catalogs, large collections of small-scale constructs for linguistic research objects including languages, concepts and sounds and I will give you an example for that in a second. We parse digitized data semi-automatically in order to link data points to our reference catalogs and we then use test-driven data curation methods to guarantee the workflow passes our tests. And we unite all of this in a uniform version of data formats. This is the cross-linguistic data formats initiative. That means we define specific formats that scholars can use in order to share their data. They do not need to annotate their data in these formats but you need to convert. We suggest that people convert their data into these formats when publishing them so that we can unite them and can access them in a uniform way. What we propose are spreadsheet formats. It's very simple but they follow certain rules and these rules are very important. so you need to really follow how to call certain aspects. And we offer validation software that you can use in order to see whether a data set conforms to these standards. And we put lots of efforts into our reference catalogs that allow you to say what language you are working with, what concepts you are working with or what sounds you are working with. And as a bonus, you can make quick online publications using the CLLD framework if you have your data in these formats. CLLD is the framework that is behind many websites that you may know like for example the World Atlas of Language Structures but also the ASJP database now. CLLD is a format that gives linguists a common look and feel on how to look at language data and how to query the data that is being shared. And for that reason it is so important and it is very helpful to use CLLD and once you use CLDF as a backbone you can easily convert your data into such a data set. Now regarding reference catalogs in case this is not clear but I think it should be if you think of Glottolog. Glottolog is our first reference catalog that we use for language varieties languages and dialects in order to provide language identifiers so we can say what is German it has the following identifier and geolocations classifications and references. While the classifications are often much less important it's more like this language belongs to which family which might be important what is really important is that we have an identifier that if I work on a certain set of languages I can give you the Glottocodes and you can check with your Glottocodes and see whether you work on the same languages so that we are more explicit in what we do. Similarly reference catalogs like Concepticon we established those modeling or inspired by Glottolog in order to say we need the same four concepts we need unified concept list because people often say I work with a Swattish list and this is all fine and I work with a Swattish list of 100 items but there are tiny differences that they often do not consider and for that reason we started with the Concepticon project which offers now as many as 353 concept lists and we have linked them all to unique concept sets and if you look at the concept sets you can then query our data in order to see which concepts what concepts list in our sample for example have an item for dust so if you go for dust here you can say that we say dust is any kind of solid material divided in particles of very small size you find some common metadata in other data sets and you find also a list which concept lists by what scholars are actually presenting these so you can for example now find that dust occurs in Haspelmat's famous list of the world loanword project you can also see that dust does not occur in the list by the ASJP project that you would otherwise find here etc so they are quite so this is already giving so when scholars now make a concept list and say I work with 200 word lists of size of 200 they do not need to say I work with a Swedish list because often they do not do that in fact but rather say I work with the following concepticon items and last not least we have made a new reference catalog for speech sounds because the problem is that people do not really follow common transcription systems they use different practices and we have for that reason established a new reference catalog that is called CLTS cross linguistic transcription systems and you also find it under clts.clld.org and our idea here is to show which sounds we define and we define as many as 8700 sounds by names like voiceless dental click consonant or unrounded rounded open back vowel so you find some features but if you go for them you find also how they are represented in other transcription systems for example if we go for transcription system like the North American phonetic alphabet you can see that this is slightly they are all represented by the same letter the rounded open back vowel but in the uralic phonetic alphabet it is represented by an R with a little O above it so you can see that these also help you to unify your data and we also link that I should say also to transcription data set like for example APICS what you might know but also FOIBLE which is maybe one of the most famous catalogues here and show how they look in their systems then we put lots of efforts into annotation because annotation is very important for us as well we want to add information to a data set which was not inherently given by the structure of the data before and for these tasks we use targeted algorithms to along with lightweight interactive annotation tools that help us to manually correct automatically pre-processed data and as an example there is the editor that we have been using in many publications now already which allows you for a convenient cognate annotation it allows you to align your data if you have cognate sets you can align your data consistently and it also allows of gives you now the chance to have a lot of analysis lightweight analysis of the data that helps you to make sure that the data is consistent and now just to give you a small idea about what this actually means is I have written another annotation tool so we have lightweight tools that we want to use and this tool is called and rhyme or and an annotated rhyme database and I'm currently collecting German poems I want to show where they rhyme but what is important here is I can use my mouse I have a text based source so the original is a text but what I can do with my mouse I can annotate the data quickly by just identifying those words that rhyme here I can segment them and in this way I can use this in a convenient way to have a machine readable format that tells me where these words rhyme and what I hope in the future to do is to have a large database that shows me rhymes in different cultures and in different languages and then I can hopefully make some interesting analysis on that but before I need to do this as you can see here do a lot of annotations and store my data in this way this is the idea of we need more methods and we have invested a lot in order to create more methods and first to show here are my approaches to cognate and sound correspondence and detection cognate detection has been published already in 2016 2017 where I could show that we can have improved methods that work very well already for partial cognate detection and specifically important aspects here so by now I would say I don't need to work more on this we don't need to optimize these methods because we can afterwards annotate them and have them correct by the experts if they are not correct and what made me very proud I will skip this one is an algorithm that I developed and also for the correspondence pattern detection that shows that I can actually identify now the patterns with an algorithm in aligned data sets that hold for and Changsha has a and we can find that this is a patterning so this is appearing in many words in specific contexts there and it's all included and I find this very interesting and has a lot of potential to go beyond the pair rise comparison when you go for sound correspondences now last point I need to hurry up a little bit are some examples on actual research then or another example is our work on collectification networks I do not know whether you have heard about this but the idea is very simple if you have a word list yeah and we have like German I have them written here in Germany but you have wood tree now the forest tree wood you have the trunk you have the twig or the branch and you have the root of a tree yeah so and then you have them translated into different languages you can say that French has the same word for forest and for wood so they say boah and Russian has dirva which means both the tree but also the wood as the material and we can make networks of the concepts we can combine them whenever we find languages that give an example that they co-laxify these concepts and this has helped us a lot because we found that we can use methods for social network analysis in order to find community structures in these networks which are similar to semantic fields and these networks all show the same structure so they show a strong community structure if you go for certain thresholds and this seems to be really to replicate across the language so it doesn't change much so it gives us something like a global semantic field assessment the more data we take from different languages and specifically important was that we could enhance increase the coverage of languages through our new data annotation methods or standardization methods so in the first version we had only some 300 languages in our sample or 200 even in the second version from 2018 we already had more than 1,000 1,200 languages in our sample in the third we now in the third version we have now more than 2,000 different language varieties with different glottal codes and this also allowed us to do some real research on that together with psychologists who helped us here and the psychologists had the idea to study emotion semantics and what we could find out there in this collaboration we looked at the emotion terms in our database and we could find that they show both cultural variation and universal structure so if you look at all the families and compare to individual language families we find huge differences in Austronesian want and hope is colexified in Austroasiatic it is in a bigger cluster in the European it is not colexified etc so we find huge variation among different language families but we also find some unifying aspects that have a good prediction on the networks and these are valence so whether you think that an emotion is good or bad and activation that means the degree to which it arouses you so these have a good prediction on the networks that showed that we have also something general going on while we have lots of difference between different cultures and different language families now I think I might be able to make it until 10 but then there's not much time for questions the challenges because I do not have many I want to mention scientific practice as one of the challenges too many studies are still being published without submitting data and code increasing the amount of irreproducible data in the field of comparative linguistics then the modeling aspect and this relates to what certain said I think that we need to work harder on our models this is just showing an example of incomplete lineage sorting which may languages and variation can be inherited so if you have two words for let's say head in your language and they are like more or less used in the same time but you cannot really handle this in your models then you will have a problem because it may be that you have inherited the variation before and so when you have different trees you can have different explanations depending on whether you have a model that includes many speakers or a model that would say there is only one unified speaker our models are still naive far too naive and we need to invest much more time into a careful modeling of our problems rather than trusting that increased computation power would help us in solving our issues and one comment on certain lexical change model what is missing there but I also do not how to handle that is morphological change and this is one of the crucial problems because this is what I found is the reason why cognitive detection methods still fail so what we do now is we work on models only on models how to handle morphological aspects morphological similarities and patterns and we hope that at some point this modeling will help us to then also think about how we could last point is data integration we still collect data for various purposes in different data sets and separate what belongs together so I have a word list why should I and then I have in another data set I have only a phoneme inventory but the phoneme inventory should be derived from the word list that is in fine transcription it should not be independently proposed and the grammar where I have example sentences should come from a corpus and the grammar that gives these should tag the corpus in order to say look this is the example of the use of an article we need to integrate much more what we have in our data sets and if we do that then we will have complete information about one language and can compare that even ideally across different languages and this would be really beautiful that we have the example sentences along with example transcriptions in transcribed form and not always like having this separation I only work on this corpus in spelling in orthography etc so that's what I wish for the field that we can improve and now I'm really finished one minute too late computational approaches to the field of historical and typological language comparison have improved a lot however we still have lot to do in order to expand the boundaries of our discipline core strategies that will help our field to gain more acceptance among scientists in general involve computer assisted approaches targeted data lifting through retro standardization and the development of new targeted methods and models I should say Thank you very much Dr. List and my name is Marina Solnishkina and I'm a substitute for Valeri unfortunately he has to leave all of a sudden and we seem to have some minutes for questions and answers you're very welcome colleagues any questions to Dr. List I don't see any questions in the chat to you but maybe we are oh yes okay yeah Professor Wichman yes switch on your microphone please your microphone is off so much as you mentioned some work on sound changes looking at sound changes across languages or maybe you didn't mention and maybe I just heard rumors about some work in that direction going on at Jena so are you trying to work towards a better typology of sound changes these days I'm not working I think I'm very realistic that we cannot do that now yet so we have some initial ideas on doing that but we need to first have an annotation system for sound change processes right and I think that the idea of using ad transduces or regular expressions is a bad idea so we need something more regular it needs to be tied to our cross linguistic phonetic transcription system so the problem is if you want to solve the problem you cannot just start and say like oh we will just annotate all the sound changes from T to TH or whatever yeah and then the people you don't have a unified transcription system so what the first step we did was investing a lot of time in order to get the unified transcription system which we have now then we said we need to have more data sets that are actually linked to this so that we have now as well we have in our last count we have 2000 different language varieties and about 1600 glottal codes or at least 100 words in the transcription system that is unified yeah and it's reflecting IPA a more so we could downscale to ASJP immediately then we have but then the next problem is that we need to find the correspondence patterns in order to find the evidence right and the correspondence patterns are not the sound changes but they are just a pattern really that you have etc in the languages in a specific concept and then of course you would think about the sound changes but loss I do not know what to do about that so I would not do it now so what we are trying to do is to look at the sound correspondence aspects because we have the new data by also working on finding and we have this new algorithm for the correspondence pattern detection which might be useful in order to improve on your paper from 2013 because that's something I would hope to do is since we have more data now and we have the data in IPA is to see whether this makes a difference and if we downscale because we can we have a feature system that we can down scale to go slowly down to ASJP like alphabets so do we find a difference there and do we find the patterns confirmed that is something I want to do but we are still working discussing how to do this effectively right so it's still in the beginning and like it's initial parts of the research it's not okay thank you for the update yes thank you very much I think that general conclusion here that I mean your research is overwhelming and the good news for us linguists is that you still need us we can still help okay thank you very much yeah any more questions yeah I can ask a question I I think you haven't been at my lecture yesterday in the morning because it was shifted and but I referred to clicks three and speaking about looking for and finding and we looked at your results in clicks three and added some data and commented on what you miss there so that was the I I'm sorry we didn't meet at the lecture but maybe one day we can discuss these yeah very nice I would gladly do that yeah I'm sorry I missed the lectures also yesterday because I was given the password access only yesterday and I couldn't install the software on the system and today in the morning it was it doesn't better but the fact is that we use your clicks in our research Moscow lexical typology group and you remember we planned to do something together and we even marked a few just a fragment of our data last year so yeah very nice yeah so what I can also mention there regarding clicks it's something that I'm quite proud of that it worked as well but I also am aware that we need to improve more for example sometimes we have not all the concepts in the data and also think about different methods beyond that so what I can mention I didn't want to mention this here because I thought it would just be too much then also but the next thing I think the next hot topic is having more manually annotated collectifications in the data then maybe more targeted for one language family and a couple of data sets and we are working on methods for that because what we miss now is we miss many collectifications that are only partial sure right but we have the annotation to mark that very explicit and in this annotation I do not want to have it that you just say like word a and word b are partially collectified I want to have where so I want to have the alignment of the words right I want to have it very going down to the phonetics and we have some examples for Pano languages where I work with Peruvian researchers and where it's actually really nice then you can actually see what all is related there but these are more small scale but what I also consider this important yeah the more we work on the models on the small basis the more we can actually then use that for also for the big computational approaches your question is where and our question is why yes and we could be in a way we could be experts for your clicks three four five and yes so maybe you need tests manual tests for your data also and that could be basis for our interaction in this domain in the domain of clicks and colexifications yes that would be very nice and I aware of that I think I've never the right questions is something I barely ask myself but I also know that there are so many people who are interested in these questions I think it's so nice in linguistics that you can have this share of labour right that you have some people working on and that's always glad when people ask the right questions like the psychologists as well ask like is emotion semantics the same across different languages or not yeah I didn't think that this is so it wasn't interesting for me until they showed me that it is interesting right so that's why I like the collaboration also and specifically also with people who are more qualitatively oriented or let's say the classical linguist as opposed to the computational linguist because I know they have just read the books and have languages and that's so important for us to really combine the two approaches there let's keep meeting and negotiating and that is probably a good excuse again to remind all of us that this summit is viewed at Ksen Federal University as a dress rehearsal for our international congress which we are to house in 2023 so please keep a niche your busy schedule to come to us probably not virtually but in real life to Kazan where we can offer probably much more for you than we can do now I mean we managed today and yesterday and again please my apologies on behalf of the organizing committee for all the technical problems you faced I know Microsoft Teams is far from user friendly but we are really trying hard okay and one more question we have here from professor Keebrik the head of our Russian academy of sciences to professor Wickman Sorin are you here with us am I can I start reading the question please yes okay I hope I will be able to pronounce all the words correctly so I will try and be very careful it seems you assume that all people are dentary but originally people were more nomadic can you model can your model take that into account did I make myself clear yes well I've done some work trying to figure out whether hunter gatherers and agriculturalists move at different rates so you might think okay hunter gatherers they probably move a lot because they are hunters they go to new territories but using methods for dating languages and for identifying homelands we can infer migration rates and then we can look at different groups whether they are agricultural or hunter gatherers and compare them and it actually turns out that agricultural move faster if you take the location and date of mother language and that of daughter language then on average when it's farmer then they will be moving a little bit faster but the differences are not great so for that particular aspect if I'm only interested in migration rates I can more or less assume that they're similar farmers being a little bit quicker to expand but not overall very big differences but yeah the general question is also you know how many parameters should we take into account when we try to model a pre historical language spread and my take on that is to well I saw a quote by Tolstoy yesterday he said the truth is like gold what you do is you wash off everything and then you find the gold so you need to reduce and reduce and reduce to get to the core so if I can reduce some parameters I would prefer that rather than to add parameters we can add and add and add and then in the end we can get a copy of reality a bit like an artist who paints a picture but that's not what we're doing as scientists we want to reduce things to the essence so if I can get rid of a parameter like for instance this case agriculturalist versus farmers subsistence patterns if they behave more or less similar I would prefer to say okay they behave the same and let's look at some more crucial differences so that would be the sort of more general question we need to control and reduce our set of premises okay can we say it's a way I mean it's a long way yeah okay sounds convincing to me thank you very yes okay you have a question just one more question how do you know what is crucial how do you know what is to be cut well for instance subsistence patterns so farmers versus herders versus agricultural list but we can look at how they behave in reality so we need when we do modeling we also need to look at empirical data so we need to look at patterns in empirical data and if the patterns look the same for some parameters then we can say okay we don't need to distinguish this particular set of parameters so we can't just model off the top of our heads the best is when we have some empirical data we find some patterns and then we make our models such that they capture essential features of those empirical data that that sort of the procedure that I would prefer we had a paper some time ago where we looked at the similarity among languages as a function of geography so the closer languages are spoken to one another the more similar they will be that seems pretty obvious but you need a lot of data so you can make a nice curve and then you have your empirical data that you can use as you know when you devise your model so it should be similar but it's not always easy to find these patterns in the empirical data that's also an art in itself so it goes both ways but you need to look at the empirical data find out some generalities generalizations and then you use those for your models yes but one small comment is that even when you take the group of farmers it should be subdivided depending on what they farm because we know that there are genetic differences between the groups that deal with rice and the groups that deal with wheat because it's a different type of sociological organization so my wish would be to include to extract that genetic data to your extremely interesting work probably it can give another another design to the picture additional additional thank you so much we all expect perfection and perfection under the circumstances will mean nothing but the degree of approximation how close we are to real situation yeah but again that's that is just a way okay I hope we do have some time and if are here with us we actually have one more question which was originally from me I texted earlier when I was not on so and that is a really quick very short question so when you conduct your research or started conducting your research there was probably one what we call meta language which you compare and contrast all languages with or not so when you design the frames is there any language which is a starting point well always the starting point for any research is your native language because if you don't understand how it is organized you can't understand all the rest so you start with your own language but then you easily switch to others and first to those which you know more or less and then you interpret and after that you the data of parallel corpora and dictionaries and so on and so forth and then you make a questionnaire which can be can be used for other languages and experts but we have conducted some computation research on that and now understand that we can build questionnaires even using one and the same language so just computational statistics proves that the decision is sufficient for that because even if this language has a dominant system then there are other means to display the oppositions which are consistent conceived in this language but lexical but they are conceived we don't see them lexically but we can see them with the help of other means syntactic chronological and other things so thank thank you very much and joining to Valery's question earlier in this session I hope that one day there will be some Tata native speakers who will be able to join your group I mean qualified enough to join a group so we are ready we are very we'll be very happy and if you have such a person who is interested in lexical typology and our methodology we are absolutely open and our group is open and we will be happy to work with such a volunteer yeah yeah thank you very much yeah just come in touch and do are we you have our emails and all this all our content she has been still reading your papers and getting ready for this meeting I mean we have been working on this it takes some time yeah thank you very much okay colleagues I'm told that we have to finish our session and just one final remark so the plan is to upload all the whole session I mean this session online at the site of the conference so if you have any objections to this please text us write to us so that we will kind of delete your part of presentation but because it is a international practice I hope that none of us none of you is going to object to this what do you think is it okay with you if we have our session uploaded to the site of the maybe just we'll discuss it afterwards not now okay good yeah thank you very much and welcome to Kazen again thank you for your participation thank you have a good day bye thank you bye